Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение. Кроме того, в следующем году истекает срок действий нынешней стратегии развития физической культуры и спорта, в том числе с учётом нашего сегодняшнего разговора. Я прошу правительства, мы поговорим ещё об этом отдельно, Минспорт, оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять её не позднее октября 2020, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной, эффективной реализации этого документа. Хотел бы сегодня остановиться и на наших ближайших задачах. Прежде всего, как уже говорил, это дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта. Она реально должна быть, что называется, в шаговой доступности. В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ. Это очень важно и востребовано, особенно в сельских территориях. Далее, необходимо создавать максимально благоприятные условия для государственно-частного партнёрства в сфере спорта и физической культуры. Задействовать вместе с государственными, бюджетными ресурсами потенциал предпринимательской инициативы. Желание малого и среднего бизнеса работать в сфере массового спорта. Оказывать гражданам востребованные услуги от организации доступных секций до выпуска недорогой спортивной формы и инвентаря. Кроме того, не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны. В том числе, серьёзный доход получают здесь и рекламные кампании, и различного рода лотереи. Словом, со спортом прямо связана и целая бизнес-индустрия. Считаю, что нужно ещё раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования и, в том числе, предусмотреть чёткие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, на воспитание новых звёзд, способных стать примером для подрастающих поколений. Продолжение следует...